доброе утро всем уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели сегодня в пятницу первой неделе месяца эстафету после важного в данном случае европейского события заседания cb перенимает уже статистика по рынку труда сша non-farm pearls уже не раз подчеркивалось что сегодня non-farm уже не те что раньше и мы не видим той волатильности которые привыкли несколько лет назад когда факт публикации данных по рынку труда провоцировал движение в несколько фигур валютных парах и приводил к столь же интенсивной динамики фондовой секции но в то же время друзьям ни в коем случае не нужно недооценивать это событие если она не приводила какому-то всплеску волатильности раньше это не значит то что она не сможет сделать это опять же вот пример сегодня когда мы на эту статистику смотрим не на как рядовой релиз который является еще одной лакмусовой бумажкой состоянии американской экономики мы смотрим на non-farm pearls еще как и на доказательство того насколько сильным и негативным было воздействие на американскую экономику коронавирусной инфекции сегодня друзья в 15 30 по московскому времени выйдут данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора по темпам роста заработных плат и по уровню безработицы я предлагаю сфокусироваться опять же на а статистике по уровню безработицы потому что считаю что именно этот показатель вызовет сегодня самые интересные движения ну обо всем по порядку давайте начнем с рынка нефти бренд 4013 мы снова выше вот этого психологического уровня 40 долларов за баррель очень хорошо то что не оказались в коротких позициях все-таки решили подождать как будут развиваться а события по факту на грядущей встречи опек сроки регулярно переносится друзья вот буквально вчера мы говорили о том что встречи если состоится она пройдет в середине этого месяца последние данные говорят о том что она может состояться уже в эти выходные соответственно в понедельник нас ожидает очень интересное открытие и если мы получим конкретные решения поймем как проанализируем рынок отреагирует на договоренности потенциально новые участников энергетического пакта у нас возможно будет больше оснований друзья уже принять для себя решение стоит ли нам снова работать с рынком нефти очень чешутся руки хочется мне зайти повторно в короткие позиции потому что считаю что рынок очень сильно перекуплен да и в принципе я такой позиции придерживаюсь в отношении всех рисковых инструментов без откатной ралли я думаю вы все прекрасно видите каким бы инструментом вы бы не интересовались везде идет самая настоящая полноценная обычая ралли и причем продавцам даже на короткое время не удается перехватить инициативу последние новости по соглашению опек со ссылкой на блумберг россия и саудовская аравия достигли предварительной договоренности даже ирак сюда включили о новых условиях по продлению соглашения сокращение нефтедобычи но есть скажем один камень преткновения сперва необходимо обеспечить добиться того чтобы а страны которые участвуют в текущем а содружестве опек плюс выполняли ранее взятые на себя обязательства поэтому и россия и саудовская аравия настаивают на том чтобы те страны которые были не чистоплотны в соблюдении прежних обязательств исправились и и компенсировали эту не чистоплотность еще большим сокращением нефтедобычи предварительные договоренности указывают на то что соглашение может продлина еще может быть продлина еще на один месяц то есть соответственно и на июль но нужно чтобы страны взяли на себя повышенное обязательство по сокращению с этим уже большие вопросы вот по большие проблемы в частности ирак сообщил о том что они но не могут физически дополнительно сократить добычу еще получается на 30 процентов по цифрам а друзья напоминаю 1 аналитический пакт который был согласован в апреле подразумевал сокращение на 9 и 7 миллиона на самом деле снизили добычу на 8 и 6 и фактически нужно снизить производство минимум еще на 1 и 1 миллион справиться ли с этим обязательством те страны которые были они так примерные в исполнении и соблюдении этих код ну покажет время но мне кажется друзья то что мы перейдем опять же после июня в июль и там будет все таки вероятность потенциально увеличить точнее увидеть что производство нефти вырастет на 2 миллиона потому что я все таки еще скептичен касательно новой сделки то есть я уже не раз говорил что может быть на бумаге и подпишут возьмут обязательство снизить добычу на эти 9 и 7 миллион до конца лета но совершенно нет никакой гарантии что эта сделка будет соблюдаться поэтому я полагаю то что в июле общий объем добычи нефти начнет расти кроме того саудовская аравия объединенные арабские эмираты и кувейт которые раньше еще добровольно взяли на себя обязательства снизить добычу на 1 1 миллион отказались от этого с июля и соответственно в июле нас потенциально ждет дополнительный приток предложения в идеале бы чтобы весь этот фон привел к тому чтобы появилась хорошая фундаментальная база для снижения я полагаю что рынок нуждается в коррекции осталось в друзья только дождаться в понедельник мы еще раз взвесимся за и против и если будут основания я них безусловно расскажу будем начинать продавать и по другим инструментам евро против доллара 1 13 43 заседание европейского центрального банка и превосхождение всех ожиданий оптимисты рассчитывали и надеялись что если кристин лагард анонсирует увеличение чрезвычайного фонда помощи экономики не путайте с программой количественного смягчения на 500 миллиардов это спровоцирует ралли евро но кристин лагард решила что экономика нуждается в большей ликвидности и увеличила этот фонд на 600 миллиардов соответственно общая емкость фонда сейчас составляет друзья только вдумайтесь 1 триллион 350 миллиардов евро экономику продолжают заливать деньгами это нравится всем и разумеется это поддерживает тот рыночный оптимизм который присутствовал сначала в него верили сейчас по факту получили европейская валюта растет то если говорить про программу количественного смягчения то в ней никаких изменений не произошло 20 миллиардов евро в месяц а ставки также остались на прежних значениях и кристин лагард очень много говорил о ситуации с экономикой отметив что он экономическая конъюнтура безусловно ухудшается во втором квартале будет самый серьезный спад по итогам двадцатого года и цб ждет снижение европейской экономики на 8 и 7 процента друзья наш излюбленный в последние дни индикатор кайман на который я обращаю ваше внимание и не раз говорил что он должен быть той самой причиной за которой возможно нужно будет отказываться от вот этих краткосрочных выкупов евро доллара если бы там изменились настроение ранее у нас было 70 30 я допускал что на фундаменте мощным это позиционирование может смениться на 60 40 тогда соответственно создались бы условия для коррекционной динамики но если мы сейчас посмотрим на индикатор кайманту после вчерашнего заседания европейского центрального банка количество продавцов не только не уменьшилось а увеличилось и на текущий момент кайман просто вопит 75 25 друзья это расстановка сил это значит то что восходящее движение с большой долей вероятности продолжится пока там не будет измененного перекоса хотя бы до 60 40 я думаю что европейская валюта сохранит бычью динамику по фунту такая же картина 126 даже чуть повыше мы уже наблюдаем сейчас уровень 126 уже не раз тестировался пары фунт-доллар в этом году 14 по моему это был апреля и 30 и вот сейчас повторный заход на общем всплеске оптимизма на желание трейдеров тащить или не трейдеров скажем а крупных игроков тащите пару к тем уровням где все-таки произойдет вынос аж артистов оправдывает вот дальнейшую восходящую динамику фон при этом друзья негативный англии не будет переносить сроков брекзита на этом мы бы могли легко обвалиться если бы ситуация на рынке была бы нормальной но сейчас так же как и в отношении евро доллара смотрим на кайман и пока сохраняется остановка сил 70 30 или даже вот по евро доллар 75 25 мы должны понимать что рынок продолжит двигаться по пути наименьшего сопротивления индекс доллара 9670 все ниже друзья и сегодня нонки последний релиз которому я даю шанс реабилитировать доллар если сегодня американская валюта по факту выхода слабых отчетов провалится то в понедельник уже будем менять возможно решение того как торговать американцам дальше snp 3127 пунктов сегодня ждем коррекции по факту выхода слабых данных по рынку труда bitcoin 9800 bloomberg прогнозирует 20000 до конца собственно этого года друзья хорошего вам закрытия недели замечательных выходных не забывайте подписываться на наш канал так вы будете в курсе всего контента оставляйте ваши вопросы и безусловно ставьте лайки большое всем спасибо кто это делает всем пока спасибо